Доброе утро! Вот такое у нас начало. Как же приятно, находить таких малышей. Значит, лезут. Вот еще малыши. Может пока не так много, как хотелось бы. Но, наверное, людей днем здесь больше, чем грибов. Вот какой грибышек сидит. Малышка. Этот, наверное, грибочек, кто-то его задел. А этот хороший рядом просто. Вот. Два бровичка. А чуть поводаль. Еще один. Вот такой. Ну вот еще один симпатичный. Но, к сожалению, пока... Вот. Беленький. Очень похоже, что летняя волна. Она, как всегда, недолгая. Она подходит к концу. Несмотря на то, что дождь такой прахнет. Малышей мало. Улиточка. Да. Слизи. Оставим его нахи здесь. Он, конечно, гриб не доел. Он, конечно, недоволен. Малышей. Можно было его вниз отвести. Да нет. Он здесь что-нибудь еще найдет. Вот еще один. Явно не очень такой совсем уж малыш. Даже уже позеленел снизу. Но при этом, конечно, все равно встречаются такие очень симпатичные. Вот еще один. Молоденький. Красивенький. Ну вот здесь мы даже увидели, сколько и заспорили. Валера говорит подосиновики, а я говорю белые. Ну, похоже, прав Валера. Они подосиновички. Да. Вот оно, что получается. Когда все бегают подальше в лес сразу. А здесь папушечки. Такой вот есть хорошенький. И этот старикашка, который уже устал ждать. Когда же его заметят. Клепенький. Ну да. Вполне да. Посмотрим потом. Вот. И вот еще. Через несколько метров. Вот еще. Всех ушли в глубину. А здесь вот по краю. Вот они. Таких вот. Три. 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 здесь у нас притаились 2 1 парочка чуть дальше еще 2 похоже свидание здесь вот какое местечко многомощно и второго тоже еще такой притаились и вот такая дорожка кривенькая песчаная и вот тоже как они лезут они такими парами сегодня растут маленький и большой маленький и большой хорошенький молоденький а вот красноголовик а какой а вот еще малыш они здесь при болотах смешные такие ножка иногда такая длинная как он запрятался куда же ножка торчит глубоко залез да вообще непонятно откуда она кривенькая как такой буквозю замаскировать за полная маскировка вопрос о ногах конечно когда такое яркое солнце подосинки очень прячется все время присматриваться вот еще вот это то о чем говорит наташа здесь надо скакать вот еще вот это красивые малыши и здесь три вот еще малыши лезет они только начинаются в болотах прошлый раз сейчас ну и вот потрясаете болотных баровиков кстати в прошлый раз все что мы нашли такое болотное оно было довольно хорошего качества уже и улитки его покрысли а вот какой красавец любит говорить валерий образцово показательный просто образцово показательный пошли не маленький кусочек отвалился от него но в принципе ну а вот это настоящее чудо ну а вот пошли хорошенькие лазить кругами потому что с одной стороны идешь от Валера обошел и говорю здесь гриб он не видит я как всегда диджей свое оставила в машине поэтому ему приходится и меня снимать и грибы снимать а он вот как спрятался его нет как мы тебя обожаем наше болото а вот еще смотри листиком там один как мы вас обожаю такие замаскировался так замаскировался вообще веточку поднял какая прелесть этот такой даже толстячок вот такой толстячок вот самая прелесть это вот такие еще маленькие не раскрывшиеся баночные гвоздики вот уже такая у меня корзинка вот рядом совершенно паре метров пролит который мы не взяли а вот еще чудеса морскировки видите как он он тоже к сожалению уже старичок будет но как они здесь прятались мы попробуем их обнаружить поэтому и приходится вот так вот кругами все наяривать конечно издалека они тоже не видны но когда ты сюда подходишь пройти мимо уже просто невозможно здесь кто у нас здесь белый среди подосиновиков сказочное конечно болото не зря приехали вот так они маскируются траве и посмотри какая шляпка яркая солнышко еще мы пошли по второму кругу и притом у нас даже это такие зигзагами круги их невозможно сразу обнаружить но потому что тут уникальность этого гриба подосиновика которые много до нога он вообще непонятно где выстреливает ну вот из года в год когда такое относительно после первой волны белых без ременья начинается уже белые выскакивают где-нибудь где нас выручает подосиновичное болото потому что оно если уже начинает работать практически без остановок мы конечно этого ждали но у нас сегодня случился подосиновичный день спасибо лес и наше любимое болото но оно не одно еще поедем дальше обследовать да сложно очень сложно потому что маленьких сыроежек здесь тоже много лезет красненький нет это вот вот как раз две сыроежечки рядом мы заходили ушли сразу сторону он почти на дорожке нас ждал закончили второй круг конечно мы их еще находим они такие вот хорошенькие это я подошла уже были мальчика валерья моя корзинка где-то там они видите такие малышей да не веке смешно смешно еще вот таких вот находим здесь конечно все выяснить невозможно потому что участок конечно по площади кажется совершенно небольшой но когда вот эти маленькие подосиновики лезут можно кругами стоит сколько угодно и который раз идти по кругу и все равно что-то найти пропущенное вот вот это пожалуй все-таки больше мы не пойдем потому что еще одно болото нас ждет а может и два как сил хватит вот мы хотим вам показать у меня за спиной такой лес вот весь буреломистый туда ниже начинается мизина начинается такое болото почва проваливается и вот оттуда всегда начинает расти подосиновики дальше вот это расширяется их зона вот мы попали на такое очень приятное начало ну и небольшой еще совет некоторые вот мы не любим подосиновики да они хрустят но они темнеют используйте лимонную кислоту когда нарезаете гриб гриб обрабатываете сразу в воду с лимонной кислотой и перед тем как отвариваете вода закипела ложку лимонной кислоты туда шляпки их перемешивается постоянно и у вас они будут светленькие как боровички баночках еще один какая красота и буквально рядом же у нас еще вот такой белый ох какой важный вот так соседи у нас красивый наташ вот еще ой и зонтики и дачу мы конечно сегодня мышь по болотам шастаем хорошенький да он хороший этот тоже беленький маленький ужин есть вот дает немножко польских подосиновики уже к сотне ближе белая и веселка валера отправил меня оттуда идет запах ну да выстрелившего нашла одну маленькую наше третье болотца второе мы не снимали потому что он там вообще буи раки реки раки на потасе реки пошли не там и вот это конечно будет очень длинная но малыши полезли здесь хотя прошлый раз мы его тоже проверяли но нам несколько грибочков там вот один кстати вот такие вот польские здесь вот такие хорошенькие второй уже три положить вот четвертый грибок который раз убеждаясь что грибы книжек не читают наших книжек межсезонье казалось бы сейчас не должно быть таких грибов он есть и он даже пытается вырваться на свободу вот такой боровой сосновой ого ну как то так они не знают что сейчас нельзя расти по нашим книгам лес после дождя такие грибочки вот такой экземпляр но даже ножка довольно упитанная хорошенький хорошенький хорошистик еще один на вид очень даже крепкий вот такой как все жжит конечно вокруг ну такая красота волна все таки сходит поэтому когда такие экземплярчики находишь то радуешься даже он уже и не молод а это смотри какой забавно выгорел наполовину на солнышке вот такой классический и тоже на солнышке успел подгореть вот какой бочоночек чудесно вот такой по которым мы уже скучаем маленький по дну канавки вот какой чудесный красавец и рядом такой же грибочек постарше как яркая шляпочка оранженая вот этот вот он такой вот он откуда растет вот как он зарылся крепенький ну такой немолодой но крепенький на сушка точно пойдет 3 августа 22 года после кратковременной местами обильные волны белых наступает затишье все что находим покрупнее все выбрасывается на червивая кроме конечно вот таких малышей вот валера как всегда все равно нашел свой боровой пусть один посмотрите я так скептически к нему отнеслась какой он крепкий главное какой он чистый какая у него белая чистая нога на сушку он такой мясистый прекрасно пойдет но все таки основной нашей целью это было проверить наши подосиновичные болотца которые предыдущие приезды потихонечку потихонечку начинали работать и мы не прогадали болотца заработали вот такие вот шикарные подосиновики в основном все такие красноголовики вот такие болотные мы честно говоря счастливы по этому поводу валера предложил так как у нас сегодня день подосиновика он предложил сменить такую вот кепочку одну на другую на ярко оранжевенькую у нас всегда есть грибы если их нет мы постараемся их найти валерий вообще говорит если грибы грибы в лесу есть всегда мы просто их не заметили мы просто их не нашли но сегодня нам повезло поэтому подписывайтесь на наш канал у нас грибы всегда есть мы сделаем все чтобы их найти и чтобы вам было интересно с нами прогуляться по лесу пока и 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова